Равнопостольный Николай Японский Православный календарь на 16 февраля 16 февраля 2019 года полночь 10 Церковь равнопостольный Николай Японский Православный календарь на 16 февраля Главные церковные праздники Дни памяти святых и православные святыни сегодняшнего дня Автор Тюренков Михаил 16 февраля 3 февраля по старому стилю церковному и ульянскому календарю Суббота 38-й Седмицы по Пятидесятнице 38-й недели после Великого Двунадесятого праздника Пятидесятницы Святой Троицы Поста нет В Русской Православной Церкви сегодня совершается попразднство Сретения Господней и память 18 святых Далее коротко расскажем о них Равноапостольный Николай, архиепископ японский Япония Страна восходящего солнца Столетия японские острова находились в изоляции от внешнего мира И потому самым настоящим чудом стало то, что во второй половине Столетия десятки тысяч японцев обратились в православие Это чудо Господь сотворил при помощи архиепископа Николая Касаткина Сына простого сельского диакона, ныне прославленного в лике святых, равных апостолом Будущий святитель родился в 1836 году Окончив Петербургскую духовную академию, он принял монашеский постриг и священническое рукоположение После чего был направлен в Японию настоятелем церкви при русском консульстве, открытом в городе Хакадате Отец Николай глубоко изучил японский язык, культуру и быт Первым японцем, обращенным им в православие в 1868 году, стал синтаистский жрец Токума Савабе, бывший самурай, пришедший к отцу Николаю, чтобы убить его Будущий святитель остановил синтаиста, сказав, что нельзя судить о каком-либо предмете, не зная его Это заинтриговало Савабе, который в итоге принял православие и стал священником Итоги трудов равны апостольного Николая были грандиозны Так, к 1870 году православная община насчитывала около 4000 человек А к кончине святителя, последовавшей в 1912 году, их число возросло почти на порядок Подробнее об этом удивительном святом и его равны апостольном подвиге вы можете прочесть в нашем материале про святитель самураев Жизненный путь равны апостольного Николая Японского, опубликованном на страницах сайта телеканала Царьград Праведный Симеон Богоприемец Иоанна Пророчица Святые Ай-столетия, которые встретили младенца Христа в Иерусалимском храме Это событие стало переломным, встречей Ветхозаветной эпохи и Новозаветной эры В Православной Церкви оно является Великим Двунадесятым праздником и именуется Сретением Господним Подробнее об этом событии вы могли прочесть во вчерашнем выпуске нашего православного календаря Фото Пророк Азария Ветхозаветный святой Экс Столетия до Рождества Христова В те времена иудейский царь Аса и многие из его народа служили идолам, но вняли внушением пророка Азарии и обратились к истинному Богу Мученики Попей Деодор Флавдиан Пергийские Памфилийские Святые страдальцы, мужественно принявшие пытки и мученические венцы за верность Христу и его церкви от язычников в 250 году от Рождества Христова Исповедник Власей, Вукол, Кесарийский, Каппадокийский Этот святой, именуемый Вуколом, в переводе с греческого пастухом, жил в три столетия в Малоазийской Кесарии Каппадокийской Узнав, что этот простой пастух христианин, воины-язычники схватили его и подвергли пыткам, но Господь исцелил раны страдальца После этого его бросили в котел с кипятком, но и оттуда он вышел невредимым, правитель же этой местности, увидев чудо, бросился в котел и там сварился Многие воины в этот момент приняли христианство Обратив еще многих людей ко Христу, Святой Власей мирно отошел ко Господу Мученики Адрианы и Вуки Асарийские, Палестинские Святые страдальцы, отдавшие свои земные жизни за мужественное исповедание христианства около 308-309 годов от Рождества Христова Благоверный князь Роман Угличский Русский святой 13 столетия Благочестивый князь Угличской земли, прославившийся многими добродетелями, устраивал богодельные странно приимные дома Возвел свыше 15 новых храмов, практически ежедневно молился за богослужениями, часто беседовал с благочестивыми иноками После того как в 1280 году от Рождества Христова князь Роман Авдовел, он взял на себя духовные подвиги строгого поста, молитвы и благотворительности Именно этот святой основал город, названный в честь его небесного покровителя, Романов, переименованный большевиками-богоборцами в Тутаев Благоверный князь Роман Угличский отошел ко Господу в 1285 году от Рождества Христова и был погребен в родном Угличе в храме преображения Господня Позднее были обретены нетленные мощи этого святого Читайте также Сретение Господне Православный календарь на 15 февраля Главные церковные праздники Дни памяти святых и православные святыни сегодняшнего дня Церковь полночь 10-15 февраля Святитель Симеон, епископ Тверской Русский святой Столетие Православный архипастоль сначала Полоцкой, а затем Тверской земли Согласно летописному житийному сведению Святитель Симеон был смыслен зело и силен в книгах Божественного Писания Учителен, добродетелен, низшие сироты и вдовицы жаловаши И обедимых заступляши, и насилуемых избавляши Мирно почил в 1289 году от Рождества Христова Священномученики Иоанн Томилов, Тимофей Изотов, Адриан Троицкий, Василий Залеский Пресвитеры, преподобно-мученик Владимир, Загриба, иеромонах, мученик Михаил Агаев Православные священники, в том числе и в монашеском чине, и мирянин, принявший смерть за верность Христу и его Церкви в период советских богоборческих гонений в кровавом 1938 году Прославлены в лике святых в многотысячном сонминовым учеников и исповедников Церкви Русской Поздравляем православных христиан с памятью всех сегодняшних святых Их же молитвами, Господи, спаси и помилуй всех нас Тех же, кто в таинстве святого крещения или монашеского пострига получили имена в их честь, рады поздравить с именинами Как говорили на Руси в старину, ангелам-хранителям злат венец, а вам доброго здоровья Нашим же усопшим родным и близким вечная память Субтитры создавал DimaTorzok